Ракомолочная железа 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 Допустим, базально подобный рак, в частности аденокистозный, вроде бы трижды негативная опухоль, которая при неспецифическом раке характеризуется все-таки неблагоприятным течением. В данном случае течение достаточно благоприятное за счет того, что существует определенный дефицит генов, ответственных за прориферацию, ответственных за эмиграцию клеток и иммунный ответ. В то же время благоприятные формы, допустим, мудопулярные, муцинозы, нейронокринные, они действительно с прогностической точки зрения протекают хорошо, однако и здесь существуют такие подтипы, которые могут иметь неблагоприятное течение. То есть это все-таки достаточно гетерогенные формы, как с благоприятным, так и неблагоприятным течением. И в связи с этим специфические или редкие формы делятся на три варианта. Хорошим и промежуточным прогнозом, к которым относятся тубулярный, муцинозный, нейроэндокринный, медулярный, аденокистозный, апокринный рак. И с плохим прогнозом, это прежде всего дольковый, плеамортный вариант, микропопулярный и метапластический. Если обратить внимание на частоту выявления регионарных метастазов и отдаленных метастазов и на показатели выживаемости, они среди всех форм будут, конечно, присутствовать. Но вот если обратиться к классификации НСН, которая касается лечения ранних форм, редких форм ракомолочной железы, то при отсутствии метастазов регионарные лимфатические узлы, вне зависимости от того, есть позитивные рецепторы эстрогенов или нет, в основном предлагается гормонотерапия при рецептор положительных опухолях и отсутствие какого бы лечения при рецептор отрицательных опухолях, при отсутствии регионарных метастазов. Но это то, что касается ранних форм ракомолочной железы. Только в некоторых случаях может рассматриваться гормонотерапия. Итак, дольковый рак молочной железы, который, по сути дела, встречается наиболее часто среди вот этих специфических форм рака молочной железы, он отличается нетипичным течением. Во-первых, за счет морфологических особенностей на первом этапе развития эти опухоли, как правило, не проявляют себя какими-либо клиническими симптомами или лучевыми симптомами. И зачастую мы выявляем на первом этапе метастатический процесс, либо регионарные метастазы, либо даже отдаленные метастазы. Очень часто это мультицентричный, это билатеральный процесс. И вот видите, на мемограмме практически мы не можем отличить от диффузного фибродоматоза. Только по УЗИ или соноэластографии, по показателям плотности, по эластотипам мы можем подтвердить наличие злокачественного процесса. Вот, в частности, здесь синим цветом указан как раз дольковый рак, который иногда мало чем отличается от доброкачественных процессов, в частности, от мастита. То есть, по сути дела, только по морфологическому заключению мы можем определить тут злокачественный процесс. То, что касается частоты рецидивов, также они выше при дольковом раке за счет того, что мы не можем четко определить границы опухоли за счет диффузного роста. Поэтому частоты рецидивов, как вы видите, по результатам многих исследований здесь выше, чем при обычном протоковом раке. Кроме того, существуют особенности метастазирования. Хотя это и нередко, но все-таки для долькового рака характерно метастазирование в желудок. Как правило, это одиночные метастазы, которые носят диффузный характер. Достаточно большая проблема в принципе. Хотя опухоли редко метастазируют в желудок, но тем не менее, видите, 97%, если мы выявляем метастазы, то это именно метастазы долькового рака молочной железы. Очень трудно дифференцировать его от первичного рака желудка. И по клинической симптоматике они схожи, и по лучевой картине, и по эндоскопической картине. Достаточно сложно дифференцировать. Единственное, что есть особенности локализации метастазов долькового рака, это средняя и верхняя треть желудка, и, как правило, подслизистые и сервозно-мышечные слои. Но необходимо сказать, что вот эти опухоли, они метастатические, они протекают иногда достаточно торпидно. То есть, да, бывает такое, что это выявляется на первом этапе, то есть мы выявляем первичный метастазы рака долькового в желудок, а уже потом дольковый рак выявляем, иногда выявляется синхронный, но все-таки по большей части это торпидный процесс, то есть выявляем метастазы через несколько лет после диагностики, первичной диагностики. В чем еще проблема? Проблема в диагностике. Очень часто представительная клеточная структура как при дольковом раке, так и при раке молочной, так и при раке желудка. И в этой ситуации, конечно, необходим сбор анамнеза, необходимы дополнительные и многихистых химические маркеры, в частности, Екатхирин, который позволяет дифференцировать дольковый рак. Это позитивный цитокератин 7 и негативный цитокератин 20. Какие особенности лечения? Это позитивный цитокератин 20. Это позитивный цитокератин 20. Было выполнено несколько исследований, которые сравнивали химиотерапию, эндокринотерапию. В общем, химиотерапия не улучшает прогноз по сравнению с эндокринотерапией. И в связи с таким вот торпидным течением метастатического процесса, многие исследования предлагают по завершению первого этапа лечения назначать дополнительные 5 лет гормонотерапии. То есть, если мы назначаем антамоксифен, потом переключаться на ингибиторы ароматаза, что улучшает прогноз о заболевании. Если же мы выполняем все-таки хирургическое лечение, выполняя с палеотивной целью, мы не улучшаем прогноз. Если же это одиночный очаг, и мы его удаляем с лечебной целью, то есть небольшое преимущество выживаемости. Действительно улучшаются показатели выживаемости. Следующая форма – метапластический рак. Это тоже достаточно агрессивный вариант опухоли, который характеризуется рядом мутаций характерной. Это Т53, ЭПИКТ-3, СЕЙ. В основном это трижды негативные опухоли. Это низкоклодинные, базально подобные формы рака молочной железы. Но вот тут характерная черта сочетания как эпителиального, так и мезинхинмального компонента. И в частности очень характерен эпителиально-мезинхинмальный переход, то есть смена фенотипа от эпителиального к мезинхинмальным структурам, что в принципе в дальнейшем отразится на особенностях лечения данного процесса. Необходимо ответить, что при метапластическом раке достаточно редко поражаются региональные лимфатические узлы, и поэтому лучевая терапия довольно редко применяется, но зато часто выявляются отдаленные метастазы. И, как правило, примерно на 10% это первичный метастатический рак. Каких-то характерных симптомов нет, но часто это соленая опухоль, которая иногда сочетается с таким кистозным компонентом. Нередко его сравнивают с трижды негативным раком молочной железы, не с мицфической формой. Но необходимо отметить, что метастазы в легких встречаются более чем в два раза чаще при метапластическом трижды негативном раке молочной железы. Трехлетняя выживаемость не столь высока по сравнению с трижды негативным, и вообще он протекает агрессивнее, чем типичный трижды негативный рак молочной железы, и плохо поддается системному лечению, в частности химиотерапии и другим. Но, тем не менее, учитывая то, что имеется нарушение в пути Питресей-Акт-МТОР, зарекомендовали свою эффективность МТОР-ингибиторы. Кроме того, часто бывает высокий уровень ЭДЖФР в данном случае, поэтому сочетают, в частности, с биоцизумабом. И вот в одном исследовании показан действительный эффект при метастатическом раке в частоте общих ответов при данном варианте лечения. Но вот если обратиться, в принципе, к тем схемам, которые применяются в данный момент в мире, то это достаточно разнообразное лечение, как стандартное лечение, так и нестандартное, которое больше подходит для лечения сарком. И в данном случае лечение будет зависеть от биологического потипа и от гистологического потипа. В частности, встречается вертиноклеточный, плоскоклеточный, саркоматоидный вариант. И в зависимости от того, какой вариант, назначается соответствующее лечение. Кроме того, доказала свою эффективность и иммунотерапия, в частности, анти-ПДЛ-1 терапия, анти-ПДЛ-4 терапия. Несмотря на то, что мутационная нагрузка, может быть, не столь высока, чем при трежде негативном раке молочной железы, тем не менее экспрессия, допустим, ПДЛ тут достаточно высока и встречается приблизительно в 46% случаев, что отражается на возможности применения иммунотерапии. Следующая – это микропапиллярная форма рака молочной железы. Чем она характерна? Она характерна высокой частотой поражения региональных лимфоузлов и высокой частотой лимфовоскулярной инвазии. Тут существуют различные формы. Это чисто микропапиллярные, смешанный вариант. Микропапиллярного рака протекают они совершенно по-разному, но необходимо сказать, что каких-то отличий от инвазивного рака зачастую здесь нет. Единственное, что это может быть мультицитричный процесс, может быть, большая частота микрокальцинации, но каких-то таких типичных признаков здесь нет. И если сравнивать с неспецифическим раком молочной железы, то показатели выживаемости при некоторых формах могут быть либо схожими, либо хуже при микропапиллярной форме рака молочной железы. Муцинозный рак отличается достаточно благоприятным течением. Это, как правило, рецептор положительный, опухоли херотрицательные опухоли. Тут тоже существуют различные варианты. Это чистый эмоционозный рак, это смешанные формы. Они тоже могут отличаться по течению. Как правило, чистый истинный эмоционозный рак, он протекает более благоприятный. Иногда он напоминает, с лучевой точки зрения, благоприятный доброкачественный процесс. По сонной эластографии мы можем определить высокую степень жесткости. И пятый эластотип, который подтверждает злокачественный процесс. Если посмотреть на показатели безрецидивной и общей выживаемости, то тут есть преимущества по сравнению с неспецифическими формами рака молочной железы. Причем эти достоверные преимущества. Выживаемость тут будет более 90%. А вот здесь анализ базы СИИР, который показал, что в основном это локализованная форма рака молочной железы. Отдаленные метастазы, они выявляются крайне-крайне редко. И в принципе применяются стандартные варианты лечения. Далее, нейроэндокринный рак молочной железы. Только в 2003 году выделена данная форма в отдельную подгруппу. Тут имеются три гистологические подтипы. Во-первых, это высокодифференцированная форма рака молочной железы, низкодифференцированный рак, который больше похож на мелкоклеточный рак легкого. И рак молочной железы с нейроэндокринной дифференцировкой. Тут могут быть различные формы. Тут может быть и неспецифицированный рак, это муцнозный и популярный. И, конечно, для диагностики необходимо применять специфические нейроэндокринные маркеры, в частности, хромогранин А и синептифизин. Это, как правило, рецептор положительной опухоли, как правило, херотрицательной опухоли. В чем трудность? Трудность в диагностике с метастразами других локализаций, ненакринных опухолей. Но необходимо сразу же сказать, что тут достаточно высокая частота сочетания с протоковой карцинома инсит. Это 68% случаев, это, может быть, является таким диагностическим признаком заболевания. С лучевой точки зрения иногда напоминает трижды негативную опухоль, которая быстро растет, имеет округлые, иногда четкие контуры. Что касается лечения, то оно будет зависеть от того, к какому гистологическому по типу относится опухоль. Если это высокодифференцированные рак молочной железы или рак молочной железы с нейроэндокринной дифференцировкой, то, в принципе, тут будет стандартная рекомендация эндокринной терапии, химиотерапии, лучевая терапия. Если же это будет низкодифференцированный рак молочной железы, то тут применяются те же самые схемы лечения, которые применяются при мелкоклеточном раке. Необходимо сказать, что при метастатическом раке молочной железы зарекомендовали свою эффективность экземицитанс в сочетании с МТОР-ингибиторами, ингибиторами ВИДЖФР. То, что касается поражения печени, то, если говорить о других формах, то, прежде всего, применяется, конечно, химиотерапия. Здесь может применяться в том числе и хирургическое лечение. Причем при одиночных метастазах она дает достаточно существенный эффект выживаемости. Апокринный рак молочной железы говорят, что он имеет больше такой академический интерес, потому что лечение практически такое же, как и неспецифицированных форм рака молочной железы. Тем не менее, необходимо отметить, что здесь достаточно часто встречается сочетание рецепторов отрицательных опухолей с андроген-рецепторами положительными опухолями, которые протекают достаточно неблагоприятно. Но, тем не менее, если посмотреть на возможности неодиумантного лечения, то особого эффекта, если сравнивать, допустим, с муцинозной и метапластической формой, нет, и практически мы не добиваемся полных пандемиологических регрессов по сравнению с дольковым раком или с неспецифицированными формами. А вот то, что касается выживаемости, все-таки они несколько лучше, чем при неспецифицированных формах рака молочной железы. То, что касается метастатических форм, то здесь применяется также достаточно стандартное лечение метастатических форм рака молочной железы. Ну, что можно сказать в итоге? В итоге, можно сказать, что биологические характеристики вот этих редких, этих специфических форм рака молочной железы, они, как правило, не соответствуют клиническому течению и прогнозу, что, в принципе, в дальнейшем отражается на лечении. Хотя каких-то четких рекомендаций по этому поводу нет. Тем не менее, при назначении лечения мы должны учитывать, прежде всего, биологический потип, и, в вторую очередь, мы должны учитывать гистотип. Что касается каких-то иммуногистохимических маркеров, они не влияют каким-то образом на лечение. То, что касается молекулярных маркеров, они схожи с неспецифическими формами рака молочной железы, поэтому также не влияют особенно на лечение. Поэтому самое важное, конечно, сочетание биологического потипа и сочетание с гистотипом, если речь идет о метастатической форме рака молочной железы. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...